Добрый вечер, дорогие друзья! Желаю вам хорошего вечера, доброй ночи! Сегодня мы с Юлей встречались в центре города на Пушкинской площади с единомышленниками, кормили вместе голубей, дышали свежим воздухом, мирно, законно записывали видеообращения. Хочется сейчас несколько слов вам сказать. Ну, во-первых, как я вам уже анонсировал, Юле вовсю мы с Юлей думаем над ее участием на нашем канале. По тематике здорового образа жизни, по тематике хороших и добрых новостей, которые будут поднимать вам настроение, а не только ввергать в уныние, ввергать в депрессию, как влияет на многих людей то, о чем рассказываю я. Второй момент, это по поводу Николая Николаевича Платошкина. Его состояние стабильное, никакие там летальные исходы и тяжелые последствия для здоровья ему не угрожают. Он постепенно будет восстанавливаться, приходить в себя, его выпишут. «Слава России!» Вот, и все будет хорошо. Значит, следующий момент, о котором хочется поговорить. Многие люди, когда мы встречаемся в центре города, подходят, высказывают свои мысли, свои соображения, свои проблемы, но они даже не готовы выступить на камеру. Они считают, что они плохо говорят, они не подготовлены, они стесняются, или они просто переживают за то, что у них будут те или иные проблемы. А ситуации бывают очень интересные, очень поучительные. Например, сегодня одна женщина, передаю ей привет, если она это увидит, описала свои мыторства, то, как она обращалась в правоохранительные органы. Она обращалась в МВД, а потом она обращалась в ФСБ. ФСБ ее перекинуло в следственный комитет. Следственный комитет из одного ведомства, то есть у них же там есть распределение по регионам, распределение по отделам, футболил ее, что называется, дело то туда, то сюда. Она прошла, я не понял, около семи инстанций она мне перечислила. И в результате все закончилось на том, что самая последняя инстанция сказала, да, есть какое-то преступление, но мы в этом не разбираемся, вроде как никто в этом не разбирается, поэтому делать мы ничего не будем. Это результат обращения в следственный комитет, это результат обращения в ФСБ. Простите, а кто должен разбираться с преступлением? А там суть следующая, очень интересная. Есть недвижимость, и по документам указаны ее координаты. Координаты позволяют определить, где, собственно, находится тот или иной объект, и, соответственно, указать, кто им владеет, кто им не владеет, у кого есть права, там что-либо делать, строить, не строить и так далее. Или, простите, оказывается, вот эти циферки, координаты можно подправить, мошенники этим занимаются, они просто подправляют циферки. Казалось бы, такое маленькое мошенничество. И эта недвижимость оказывается и ничейной, или оказывается сразу в их собственности, и можно делать с ней что угодно. К вам на дачу могут приехать, снести ее, построить что-то совершенно другое, огородить колючей проволокой и сказать, ребята, это вам никогда не принадлежало. Вот у нас все документы готовы. И вот этот сам момент подлога данных, координат недвижимости, никто не знает, что с этим делать. ФСБшники не хотят разбираться, следователи не хотят разбираться. Простите, а у нас что такое? Бастрыкин, чем он занимается? Краснов, чем занимается? ФСБ, я даже не знаю, кто сейчас у ФСБшников-то главный. Это как понимать? И таких ситуаций очень много, друзья, поэтому, пожалуйста, пишите мне, что у вас там происходит. Приходите кормить голубей в субботу, каждую субботу в 2 часа дня я там собираюсь. Сегодня присутствовали и ребята из нового социализма традиционно, присутствовали люди из КПРФ, присутствовали люди из Левого фронта, люди из РРП, Революционной рабочей партии. Постепенно народ подтягивается, но, конечно, нас пока что очень мало. То есть даже сегодня, до того, как поехать на Пушкинскую площадь, мы съездили к активистам, которые борются на севере Москвы против застройки Березовой аллеи. Если вы успеваете посмотреть все мои ролики на основном канале, на аудио статьи, то вы видели ролик, я рассказывал о том, как женщин, протестующих даже лицом по асфальту повозили. То есть жесткие задержания женщин, у которых маленькие дети, ну то есть там очень-очень все жестко, серьезное противостояние в Москве. Но об этом никто не говорит, никто не знает. Почему? Да потому что там мало, там их несколько сотен человек во всем этом участвуют. Хотя подписи они собрали более пяти тысяч. То есть в принципе перспектива у этого дела у всего есть, но они сами не верят в эту перспективу. И я им говорю, ребят, ну вы наведите мосты, наведите контакты с другими активистами, с другими протестующими. В Москве много вот таких разрозенных отдельных горячих точек. Обманутые дольщики в нескольких местах, разрушение скверов, точечная застройка, мусоросжигательные заводы, мусорные полигоны, какие-то проблемы с закрытием детских садов, поликлиник, школ. Можно найти людей, всем вместе надо объединиться и участвовать. Они мне говорят, ну вот, кому это надо, у них свои проблемы, у нас свои проблемы. Ребят, вот если бы вы все объединились и вы выдвинули четкие, конкретные требования, поверьте, одного митинга хватило бы согласованного, мирного, законного. Я вам больше скажу. Если бы вы написали письмо и сказали, нас, обманутые дольщики, вот такого места, вот такого места, сквера такого-то, защитники такого-то, противники мусоросжигательного завода, вот прям по пунктам перечислить, мы хотим в центре Москвы, на Манежной площади, ну или где-то на проспекте Сахарова митинг, нас придет 20 тысяч человек. Вы знаете, вам бы митинг не одобрили, но они бы живо все забегали, живо бы все забегали, уволили бы придурков, и половина, хотя бы половина вопросов была бы решена. Понимаете, они этого дико боятся. А пока вы в том районе 300 человек, в другом районе 200, и даже блогеров, вы понимаете, я сегодня туда ездил, потому что у меня там знакомые, они меня позвали, знакомые, я этих людей знал еще до того, как блогом занимался, и поэтому я туда поехал, меня позвали. А в другие места меня даже не зовут, они даже не знают, что надо блогеров звать, журналистов независимых, а только жалуются на то, что все почему-то освещают их проблему, как будто они какие-то неадекваты, рассказывают о том, что замечательный Сергей Семенович Собянин так много делает для города, и какие-то странные люди с ним не согласны и чем-то недовольны. Поэтому, друзья, просыпаемся, активизируемся, самоорганизуемся, действуем мирно, законно, собираем подписи, объединяемся, объединяемся с другими людьми, кто борется за что-то. Поймите, вот все люди, кто сейчас проснулся, кто начал отстаивать свои права, даже если у них какие-то совершенно другие интересы, поймите, это уже люди, наши братья и сестры, все, кто проснулся, все, кто нашел в себе решимость, все, кто нашел в себе силы. И последнее, что хочу сказать, знаете, часто говорят о том, что часто говорят о том, что вот почему там на все эти собрания, встречи приходят одни пожилые люди, где молодежь. А сегодня я вот слушал тех, кто выступает, и несколько человек сказали вещи практически одну и ту же, что в принципе мы заинтересовались политикой совершенно недавно, во время вот этой вот коронавирусной самоизоляции, когда вроде делать было нечего, просто время появилось. Время у кого есть свободное? У пожилых людей. Частично у молодых студентов тоже часто есть свободное время. Поэтому митинги либо совсем молодых ребят, навальновские митинги, либеральные митинги, это совсем молодые ребята, у них есть на это время. Либо пожилые люди. И митинги левых, КПРФ, люди, которые несколько больше все-таки понимают, имеют возможность лучше разобраться в том, что происходит. Они ходят не на либеральные митинги, а в первую очередь на митинги левого движения. А люди среднего возраста, у них столько дел по дому, по работе, по карьере, по воспитанию детей. Они настолько измучены вот этим бесчеловечным отношением, различных инстанций. Тебе нужно оформить какие-то документы, бумаги. Пройди семь кругов ада, дружочек, потом мы с тобой начнем хоть как-то разговаривать. Все очень непросто, все очень тяжело. И понятно, что это целенаправленная политика государства, чтобы не дать нам, чтобы не дать нам очнуться, опомниться, проснуться и начать что-то делать. Поэтому, чем дальше государство будет вот так вот угнетать наше население, наш народ, наше общество, тем больше людей просто вынуждены будут проснуться. Как мы уже много раз замечали, что именно женщины просыпаются. У женщин куча дел. По дому, и работают, и у них еще родители, и многие матери-одиночки, но когда они видят, простите, в каком районе будут расти наши дети, а что с экологией, а что с образованием, а что с медициной. Когда они вот это все видят, они вынуждены проснуться, несмотря на всю занятость. Как говорится, пока гром грянет, мужик не перекрестится. Мне кажется, скоро очень сильно грянет. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за внимание. Будьте внимательны со своей недвижимостью, регулярно перепроверяйте, правильно ли указаны координаты, чтобы не стать жертвой мошенников. Если вдруг у вас есть знакомые следственного комитета или из ФСБ, узнайте у них, пожалуйста, что это за вид мошенничества и почему он никого не интересует. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok